итак участники процесса управления интернетом то как участвуют и так далее вроде бы таксономия это все вопросы таксономии в конце концов исторически сложилось что по большей части таксономия то есть систематизация и классификация строится с позиций предмет вот у дипла там семь групп проблем инфраструктура безопасность там и так далее я шай бенклер предлагает три уровня управления управление инфраструктурой управления на уровне кодов логической уровень то есть ну программ которые управляют инфраструктурой и уровень контента близкий подход у лора донардис которая еще в техническую координацию больше как бы склоняет свои свое внимание вот подходы связанные с такой систематизации мне представляются не очень удачными если взять каждую из групп проблем или какой-нибудь уровень ну в зависимости того как как делить по горизонтали по вертикали то неминуемо окажется что там все так же сложно и разнообразно как и во всей совокупности фактически речь идет о классическом примере декомпозиции в известной триаде системного анализа декомпозиции анализ синтез если декомпозиция не очень эффективная то и анализ толком может не получиться и синтез не очень сложится ну после неэффективной декомпозиции как-то это может не сложиться но возьмем к меру безопасности на примере просто как-то попробую проиллюстрировать что я имею ввиду если для сообщества объединенное в рамках айтиф одним из действий на управление повышения уровня безопасности является защита индивидуальных коммуникаций с использованием peer-to-peer шифрования они в этом направлении реально пашут то представители спецслужб субъекта со стороны государства в использовании peer-to-peer шифрования видят угрозу безопасности с которой нужно бороться пытаются это ограничивать и такие возможности даже запрещать их ну и соответствующие действия нормативного поля пытаются предпринимать но в разных странах я сейчас и дальше буду говорить вовсе не россии или не только россии это какие-то общие тенденции то есть какую часть не возьми при таком делении придется все равно члените и и дальше с учетом участвующих процессе акторов которых и цели разные и подходы разные и ресурсы разные и без этого все равно не разобраться поэтому декомпозиция на предметной основе на мой взгляд интересно порой очень познавательно но никак вообще-то не облегчает дальнейший анализ скорее всего затрудняет потому что чем уже область рассматриваемая тем меньше связи может быть сохраняется которые есть в целом и это затрудняет конечно и анализ и дальнейшие какие-то там шаги которые можно предпринимать реальные более продуктивным не представляется подход основанный на выявлении групп акторов действующих в рамках того что называется интернет-говорнс вот выявление таких групп акторов где субъекты по части имеют однотипные цели и похожий инструментарий позволяет на мой взгляд по-другому взглянуть на происходящее и может быть лучше понять суть тех или иных процессов в области их деятельности их связи между акторами но если мы пойдем этим путем то неизбежно то есть вот членение на группа акторов то неизбежно на следующем шаге придется сказать себе что кроме акторов которые принимают реализуют решение то есть действуют реально есть еще и те на кого это действие оказывает влияние и которые вообще-то говоря иногда и сами тоже и существенно влияют на результат акторы да чем характерна роль актеров она предполагает активное действие субъекты предпринимают принимают решение реализуют его или организуют реализацию этих решений а как называются те кто зависит от акторов в том числе потребляют результаты их деятельности оплачивают эти результаты и и как учитываются их интересы при принятии решений ну первое что может прийти на ум от слова потребитель часто мы знаем что это узкий взгляд тем более что вы все знаете слова стейкхолдер но все же важно мне кажется поговорить о потребителях как о претендентах на такую роль и понять почему ограничиться потребителем недостаточно и заодно немного вспомнить историю и понять лучше значит ну почему потребитель это недостаточно мы знаем что потребители имеют права мы все привыкли к тому что есть какие-то законы защите прав потребителей но механика это появилась вообще-то говоря совсем недавно 15 марта 1962 года в области защиты интересов потребителей произошло событие которое существенно изменил ситуацию в этот день президент соединенных штатов америки джон феджеральд кеннеди произнес в конгрессе знаменитую речь о защите интересов потребителей речь начиналась словами я процитирую термин потребители в сущности включает всех нас потребители являются крупнейшей хозяйственной группы в экономике влияющие испытывающие влияние почти всех государственных и частных экономических решений две трети всех расходов в экономике осуществляются потребителями но они являются единственной важной группой которая не организованно эффективно и чей голос часто не слышно ну а дальше было сформулировано что включаете права потребителей четыре права было отмечено право на безопасность ну чтобы товары были значит безопасными для здоровья как минимум право на получение информации чтобы реклама была не мошенническая разумная и реальный право на выбор то есть чтобы была возможность доступа конкурирующим продуктам и право быть выслушанным вот право быть выслушанным сейчас чуть позже на нем остановлюсь а закончить вот про эту историю этот исторический экскурс стоит так 15 марта вот в день выступления джона кеннеди международной организации потребителей восемьдесят третьем году принято считать как день всемирной защиты прав потребителей так что если вы учите услышите про всемирный день защиты прав потребителей когда-нибудь 15 марта то вот этот поэтому а теперь что не так с потребителями среди четырех вот этих вот самых прав право быть выслушанным интерпретила вас интерпретировалась как право на учет интересов потребителей при выработке государственной политики и при рассмотрении справедливом и оперативном рассмотрении в суде обратите внимание право предлагается защищать государству отсутствует предложение бизнесу участвовать в этом процессе а почему а потому что нельзя обращаться бизнесу если нет закона соответствующего поэтому вот тогда в шесть втором году обращение было только государство семидесятых годах прошлого столетия стало ясно что говорить о потребителях недостаточно что есть гораздо более широкий круг заинтересованные лица причем заинтересованные лица могут быть вообще не связаны с потреблением результатов деятельности бизнеса ну например через влияние деятельности бизнеса на окружающую среду или через отдаленные последствия там углеродные выбросы загрязнения добыча полезных ископаемых их исчерпания возникло понимание что ни локальными законами ни международными соглашениями проблему учета мнений и интересов заинтересованных сторон в деятельности акторов решить невозможно это вот я слышал последние минут 20-30 обсуждения и звучали вот эти вот самые вопросы связанные с тем что вот закон вот там нормативный какой-то акт принять но я хочу обратить ваше внимание что уже достаточно давно стало понятно что очень многие вещи законами регулировать просто не получится что нужно добровольное согласие и акторов и заинтересованных лиц на взаимодействие механизмы взаимодействия и только тогда можно решать какие-то проблемы возникло понимание что учет интересов заинтересованных сторон является еще и частью более широкого круга отношений который может быть охарактеризован словами социальная ответственность то есть учет актера мнения стейкхолдеров является является частью большего точно большего по размеру пазла с разными элементами с общим названием социальная ответственность актера изначально обсуждалось это все как социальная ответственность большого бизнеса но потом опять же стало ясно что речь то идет вообще-то говоря о любом активном актере и даже не только и представляющего бизнес некоммерческие организации тоже эти актеры они тоже достигают какие-то цели и преследуют какие-то интересы интересы групп каких-то которые они отражают так что вот этот подход в конечном итоге 2010 году привел к появлению стандарта iso 26000 26000 2010 руководство по социальной ответственности такой стандарт есть если кто-то видел замечательно если не встречались очень советую всем внимательно почитать этот документ возможно вы в будущем сможете воспользоваться идеями которыми он наполнен вообще-то говоря я с удовольствием его когда-то читал очень интересный и полезный документ особенно тем кто дальше будет руководителями каких-то процессов современное эффективное корпоративное управление и некоммерческими организациями бизнесом объединениями любого типа невозможно без учета мнения заинтересованных сторон подотчетности прозрачности соблюдение прав в общем соблюдение норм социальной ответственности тех стандартах кстати говоря был подготовлен рабочей группой социальная ответственность при техническом комитете iso в которой принимало участие много экспертов представляющих больше 90 стран и 40 международных региональных организаций государства промышленность работники научные и учебные заведения при подготовке стандарта была собственно говоря использована модель которая в самом стандарте отражена собрать заинтересованные лица попросить их высказать свое мнение и с учетом этого мнения собственно и принимать решение выборы привлечения представителей заинтересованных лиц был осуществлен тем той самой частью и сок технический совет iso который выступил вроде а в роли актера самых первых строках подчеркивается что он стандарт не призназначен для использования в целях сертификации то есть это не то где есть измеримые показатели там какие-то критерии измеримые которые потом можно как-то сравнивать с какими-то требованиями нет это чисто такой документ в котором содержится идеи и рекомендации ничего измеримого также отмечается что государственные организации это не не те организации которые к этому стандарту имеют отношения но при этом нисколько нет никаких противоречий если они будут государственные организации тоже будут следовать принципам которые там сформулированы еще чуть-чуть о стандарте важный момент в разделе пятом собственно стандарт посвящен широкому кругу проблем социальной ответственности а в разделе пятом фиксируются две как там названы основные практики социальной ответственности признание организации социальной ответственности в рамках ее сферы влияния и идентификации заинтересованных сторон и взаимодействия с ними вот собственно о заинтересованных сторонах пятом разделе можете отдельно внимательно посмотреть стандарте отмечается что некоторые заинтересованные стороны представляют собой неотъемлемую часть организации. Ну, действительно, работники, они же и, особенно владельцы, они же и акторами выступают, но они же и заинтересованные лица. Взаимодействие с заинтересованными сторонами может принимать различные формы, но главная задача взаимодействия – дать возможность заинтересованным сторонам быть услышанными. Тот самый принцип, который в 1962 году сформулировал Кеннеди по отношению к потребителям, он здесь существенно расширен, но так и остался таким, ну, ключевым, собственно говоря. Не буду больше вас напрягать пересказом стандарта, вы его сможете прочитать, тем более еще это удобно сделать. Стандарт доступен на русском языке, он выпущен в 2012 году, два года спустя, как национальный стандарт ГОСТ-РСО 26000-2012. Ну, обычная практика Росстандарта. ИСОшный стандарт переводится на русский язык, и он становится стандартом государственным. Еще один аспект темы… Да, вот я слайд забыл перевести. Здесь, собственно, вот эти вот два основных практики и отмечены. Это такая, вроде бы… Ну, акценты. Еще один аспект темы мультистейкхолдеризма. Я, опять же, и сегодня услышал про стейкхолдеров и про мультистейкхолдеризм. Вот время от времени можно слышать, что его применение является развитием демократии и даже новой демократии, а с другой стороны отмечается скептиками, что совершенно непрозрачный характер выбора этих самых представителей, что это такое, нехорошо. Что можно сказать по этому поводу? Стейкхолдеры – это субъекты, которых выявляет, и с которыми может и должен находиться взаимодействие актор, деятельность которого задевает интерес с этих субъектов. Именно поэтому они заинтересованные лица. За актором выбор того, с кем вести диалог. Прозрачность должна быть, актор должен сообщить всем, почему так или не иначе, каков его выбор, почему такой. Но именно актор отвечает за это, именно актор потом взаимодействует с заинтересованными лицами, с конкретными людьми, которые участвуют в этом процессе. При этом не исключено, что кто-то от заинтересованной стороны сам проявил интенцию к взаимодействию, ну, например, в форме демонстрации протеста. Но без инициативы участия актора, быть может, вторичной, взаимодействие все равно не случится. Так что тот самый мультистейкхолдеризм, никакая не новая демократия и совсем не политический институт – это один из элементов механизма социальной ответственности акторов. Ну и последнее из общих утверждений. Конечно, разные акторы могут действовать по-разному. Некоторые действительно через взаимодействие со стейкхолдерами стараются получить их мнение и принимать и реализовывать решения с учетом их. Некоторые вообще не собираются общаться с стейкхолдерами и даже и знать не знают, кто они такие и не думают. И примеров таких мы знаем. Ну, наверное, помните скандал с мусорным полигоном в Шиесе. Это как раз тот случай, когда актор даже и не подумал общаться со стейкхолдерами, которые вышли на демонстрацию, проявив интенцию к общению. Но чем все это закончилось, вы, наверное, помните, сколько времени это продолжалось, значит, эти события малоприятные на вид. Все это такой пример социальной безответственности актора, поведение безответственное. Вот к чему приводит безответственное поведение актора. Ну, а бывают ситуации, когда акторы только изображают процесс, прикрывая им в маркетинговых целях свои решения и действия. То есть занимаются профанацией учета мнения заинтересованных сторон. Поэтому, когда вы слышите утверждение, что им место подход с участием заинтересованных сторон, стоит внимательно вглядеться в реальные процессы, чтобы оценить реальность или виртуальность. Такого заявления. Все подвергая сомнению, здесь очень ценный принцип. Ну, и совсем уж последнее. Часто встречаю в публикациях, выступлениях, употребления термина актора и стейкхолдера как синонимов, вообще перемешивания. Ну, вот, на мой взгляд, это совершенно разные роли. Лица могут быть, кстати, одни и те же. Один и тот же человек может быть в каком-то своем действии актором, а в каком-то стейкхолдером. Так бывает. И это раздвоение не очень приятное порой. Но это разные роли. Их не надо смешивать. Ну, вот, дальше уже давайте об управлении интернетом. Об участии вот этих вот самых лиц в управлении интернетом. Сначала, что такое управление интернетом, определимся с термином. Тут два слова, и каждая важна. Сначала об интернете. В данном случае речь идет об использовании слова интернет в широком смысле. Это и технологический фундамент, то, о чем я вам рассказывал 22 числа. Сеть интернет, юникастовая, однородная, децентрализованная среда, сеть сетей передачи данных, пакетной коммутации. Разнообразные сервисы, которые на этом фундаменте находятся и которым пользуются потребители. Люди, бизнес, органы власти. Разные потребители, разные лица. И это тоже то, о чем я вам говорил 4 дня назад. Но это не все. Есть еще относительно небольшая по объему, но очень значимая деятельность, связанная с инфраструктурой систем уникальных идентификаторов. А есть еще IP-адреса и номера автономных систем. И есть еще параметр протоколов. Вот это действительно небольшая по объему, но крайне важная деятельность, о которой иногда люди, которые не очень хорошо понимают суть, говорят, вот это и есть управление интернетом. Имея в виду, что раз кто-то занимается системой уникальных идентификаторов, которая работает для всего интернета, ну, значит, в руках у него весь интернет и есть. Это не так. Теперь о понятии управления. Это какое-то вот недоразумение, которое меня каждый раз, когда я сталкиваюсь с этим, как-то колет изнутри. В английском языке ведь употребляется слово governance. Интернет governance, которое на русском, на русский язык было когда-то прямолинейно и, на мой взгляд, очень неудачно переведено как слово управление. Ну да, governance частенько действительно управление, но в данном случае это не так, потому что в русском языке слово управление имеет коннотацию вертикального контроля процесса со стороны того, кто управляет и даже подчинение тому, кто управляет. А это вовсе ведь не тот смысл, который присутствует в термине интернет governance. Я хочу, значит, вот процитировать текст, который был написан в июне 2005 года в рабочей группе, созданной по инициативе Всемирного саммита по информационному обществу. Интернет governance – это, ну, по-русски, разработка и применение правительствами, частным сектором, гражданским обществом в их соответствующих ролях, общих принципов, норм, правил, процедур, принятия решений и программ, определяющих развитие и использование интернета. То есть интернет governance – это вовсе не вообще регулирование. Это вот, кстати, один из последних вопросов тоже об этом был. Я хочу, значит, не хочу на него заново отвечать, но хочу подчеркнуть, что всякие нормативные активности, значит, регулирование – это, я совершенно согласен с Мишей Анисимом, который примерно то же самое сказал. Еще раз хочу подчеркнуть, что это не интернет governance, это о другом. Это о деятельности государства в отношении, там, выполнения своих функций. Там, там, хорошо, плохо – это, это уже не важно. Но это не интернет governance. Governance в данном случае – это деятельность, направленная на разработку нормативов и стандартов, способствующих развитию. То есть governance – это способствование развития. Вот я в этом смысле слова интернет governance буду употреблять дальше сегодня. значит, вот здесь вот governance – да, способствовать развитию. Теперь к акторам, наконец. Какие группы акторов, мне кажется, стоит рассматривать? Вот я тут написал три – государство, бизнес и социум. К первой группе относятся, собственно, государство и государственное объединение. К бизнесу относятся провайдеры коммуникационных сервисов, сервисов интернета, работающих поверх сети, как технологической инфраструктуре. А к третьей группе относятся различные некоммерческие организации, ассоциации, объединения представителей и бизнеса, и отдельных специалистов, участвующих в соответствующих процессах. Вот и ICAN к этой группе относятся, и региональные интернет-регистратуры, и ITF, и другие. Именно НКО, именно некоммерческие организации, ассоциации и стандарты разрабатывают и осуществляют сегодня деятельность по администрированию систем уникальных идентификаторов. Ну, тот же ICAN и те же региональные интернет-регистратуры. Теперь давайте повнимательнее попробуем посмотреть, чем занимаются каждая из акторов в области интернет-гавернанса. Государства и их институты, на мой взгляд, являются не самыми эффективными акторами. Это не самые эффективные субъекты, которые могут способствовать развитию использования интернета. Государства хорошо умеют запрещать, ограничивать, гораздо лучше и эффективнее, чем способствовать. Ну, и институты их, конечно же. Государства как совокупность институтов государственных. Различные запреты, блокировки, требования чего-то удалять, ограничивать, вообще-то имеют мало общения с развитием. Деятельность государства в этом направлении мы видим повсеместно, так или иначе, в той или иной степени. Ну, нельзя, правда, отрицать, что бывают и примеры адекватных запретительных решений. Например, Бутапештская конвенция Совета Европы по борьбе с киберпреступлениями и дополнительные протоколы к ней. А сама она была принята в 2001 году. Но это скорее, на мой взгляд, исключение, а не правило. Важным является вопрос, а почему, собственно, государства, какие-то больше, какие-то меньше, пытаются ограничивать использование интернета, ввести запреты, блокировки. Ну, во-первых, все новое вызывает опасения, отторжения порой в большей или меньшей степени. Это понятно. Но самое главное, интернет-бай-дизайн является глобальным. Интернет – глобальная и уникастовая сеть сетей, интернет как сеть, в которой не предусмотрены границы и разделения на страны. В этой единой для всех глобальной сетевой технологической инфраструктуре отсутствует централизация иерархии. А программы на устройствах, подключенных к интернету, коммуницируют между собой напрямую. Это действительно суть того, что происходит через сеть интернет. Одновременно много десятков миллиардов, порой сотен независимых друг от друга актов коммуникации осуществляется. И это технологическое решение. Оно нейтрально. В нем нет политики, в нем нет умысла нанести кому-то вред или принести добро. Это технологическое решение. Глобальная сеть в таком виде вступает в противоречие с разделением территории Земли иностранных с границами, каждая из которых находится под контролем соответствующих элит, властвующих под флагом государственного суверенитета. То есть уникастовый интернет порождает контентное единство, не привязанное к границам государств. Средства автоматического перевода сегодняшние, если не стирают языковые границы, то уж точно их не снижают. Наоборот, уж точно их снижают. Генеративные системы искусственного интеллекта уже сегодня порождают уникальный контент, который невозможно заранее проконтролировать. Так что интернет, вот такой глобальный, уникастовый, объединяющий людей и бизнес социум в целом, вступает в противоречие с разделением, как технология, вступает в противоречие с разделением земли на страны с границами и суверенитетами. Причем появление сети интернета, сервисов на ее основе является в этом процессе по своей сути изменением условий окружающей среды для такого социального устройства мира, политического устройства. До недавних пор человечество не имело такой технологии, не имело таких возможностей, прямого общения и возможности так организовывать горизонтальные связи, для которых политические границы не являются препятствием. А сейчас, относительно недавно, сейчас в смысле последние два десятилетия, ну три максимум, это проявилось и адаптироваться к таким изменениям, существенным изменениям достаточно сложно, и поэтому возникают вот такого рода проблемы. Это такое системное противоречие, и стало уже ясно сейчас, что запретить интернет невозможно, так как люди, бизнес и государство, те же элиты, сегодня уже без интернета обходиться не могут. Попытки там какие-то границы установить, сегменты разделить, мне кажется, это все, знаете, какие-то странные фантазии. Уже не будет такого. Попытки сильно затруднить это будут, и они есть. Но разделить, что-то я не очень себе представляю, если только это не сделано by design, как в Северной Корее. Тем более, что люди не хотят отказываться от того, что получили. Я на прошлой лекции называл оценки, там больше пяти миллиардов людей уже пользуются интернетом, и каждый день их количество в среднем увеличивается примерно на полмиллиона. Вот на сегодняшний день темп просто интернета такой, доступности интернета. Остаются попытки ограничить информационный обмен, что-то запретить, чему-то мешать развиваться. Ну, вот если есть разница, то она в интенсивности и в масштабе вот таких вот ограничительных активностей. Особняком стоят Китай и США. Китай еще с 90-х годов начал выстраивать вторую великую китайскую стену. Тот самый китайский специфический взгляд на интернет. В прошлый раз я тоже упомянул, это сказав о китайских глазах. Это взгляд китайских руководителей на интернет, который вызывает в них такие вот чувства. В США противоположная ситуация. Принято еще в 96-м году в рамках телекоммуникационного акта 230-й параграф ЕС-кода. Решение, с одной стороны, не обременять поставщиков сетевых услуг заботой о контроле контента. Это и к телекому, и к сервисным платформам, кстати, относятся. И, с другой стороны, разрешить поставщикам таких услуг устанавливать по своему усмотрению собственные правила относительно контента. Это такое очень интересное решение. И вместе с существенно выраженным лидерством компаний США в мировом интернете противодействуют появлению ограничительным идеям у законодателей США. Хотя все равно время от времени возникают интенции пересмотреть тот самый 230-й параграф. Я несколько раз за последние годы наталкивался на сообщение о том, что тот или иной конгрессмен пытается с какой-то инициативой ведь такой. Но уж точно никто в США не говорит о так называемом государственном суверенитете в интернете. Не могу не отметить, что словосочетание суверенитет в интернете это как раз отражение того самого противоречия между глобальностью технологии непредполагающей границ и концепцией национального суверенитета. То есть мы видим проявление вот этого противоречия вот в таком виде. Ну, было бы некорректно утверждать, что государства вообще не могут способствовать развитию интернета. Такие проявления, конечно, есть. Ну, например, запрет нарушения принципа сетевой нейтральности или антитрастово-антимонопольное ограничение. Это как раз вот ограничение, которое носит позитивный характер. Запрет нарушения принципа сетевой нейтральности это запрет на блокировку контента бизнес-акторами, вообще-то говоря. Так или иначе, это выражается вот в таком утверждении. Отказ государства, даже частично, от ограничений, даже регулирования в области интернета тоже позитивно. Вот тот же пример 230-м параграфом ЮС-кода. Отказ правительства США от администрирования систем уникальных идентификаторов и передачи ICAN-у и в конечном итоге и региональным интернет-регистратурам. Об этом я поподробнее скажу позже. Тоже позитивный факт. То есть функция актора от государства, который был актором вот в этой части деятельности, интернет-гавернс, было передано сообществу. В ряде случаев государства берут на себя финансирование проектов обеспечения доступности интернета. Там, где, ну, в отдаленных, малонаселенных местах, где бизнес не может, значит, осуществлять свою деятельность, потому что, ну, просто невозможно построить, не окупиться. Ну, построить можно, но не окупится строительство и эксплуатация сетей, и государства могут профинансировать это, значит, эту деятельность. И это происходит, и не только в тех странах, которые сами это делают, но и оказывается, помощь странам, которые сами этого не могут делать. Стоит отметить, что развитие инфраструктуры интернета продолжается. Реализуемые в настоящее время проекты глобальных спутниковых систем, доступа в сеть интернет, в конечном итоге решат проблему доступности интернета повсеместно, более-менее эффективно. Эффективнее, чем государства это решают, но пока такие системы только разворачиваются. Наверное, надо отметить, наиболее успешно реализуется проект Starlink, корпорации SpaceX. Сейчас на высотах, вот сегодня, на высотах от 530 до 570 километров, это такие низкие орбиты, летают примерно 3,5 тысячи спутников работают, собственно говоря, а вся группировка по проекту, в которой насчитывается около 12 тысяч спутников, должна быть развернута в течение ближайших 2,5 или 3 лет, я сейчас точно не помню эти даты, но в пределах 3 лет. А дальше еще существуют планы, второй этап, еще на почти 30 тысяч спутников увеличить группировку. То есть, если проект будет реализован, в чем пока нет причин сомневаться, то бизнес в сфере доступа в интернет в малонаселенных труднодоступных местах планеты, да и вообще доступа спутникового везде вполне будет реализован, скорее всего, и может обеспечить доступ в любой точке Земли, а возможные ограничения будут носить характер политических ограничений. По состоянию на сегодня Starlink представляет или планирует в ближайшие годы начать предоставление услуг во всех странах мира, кроме девяти. Можете посмотреть на сайте Starlink этот список. Ну, собственно, мы перешли к группе акторов, которые находятся под вывеской «Бизнес». Бизнес является деятельным актором в области управления интернетом. Он не только реализует идеи, придумывает новые сервисы, бизнес формулирует запросы технологическим решениям и стандартам, необходимым для реализации новых идей. Порой сам является инициатором и исполнителем разработок такого рода. Именно идеи бизнеса являются серьезным стимулом к развитию интернета. Тот же SpaceX или вот идеи интернета вещей появились тоже от бизнеса. А к чему это привело? Это привело к тому, что собственно развитие решений и технологий с минимализацией энергопотребления развиваются. Это привело к появлению новых версий радиодоступа как в лицензируемом диапазоне это LTE начиная по-моему с 13 версии и в нелицензируемом тоже так называемые Low Power Wide Area Networks LP1 типа LoRa. Вот требования от бизнеса в области беспилотного транспорта или телемедицины и других чувствительных задержек сервисов заметно воздействуют на архитектурные решения в сетях 5G и выше. Однако роль бизнеса не ограничивается вопросами практического развития существующих услуг а также продвижения новых. В области управления интернетом бизнес решает еще одну важную задачу установление норм глобально регулирующих поведение пользователей в сети создавая в этом пространстве конкуренцию государством. Наибольшее влияние в данной области имеют компании с глобальным присутствием они собственно по своему размеру и по возможностям совершенно естественно это делают. Это Facebook, Google, Twitter, Telegram, некоторые другие компании, большая часть из которых зарегистрирована в Соединенных Штатах Америки, но не только. Уже обмененный параграф 230, не предусматривающий привязки соответствующих правил к американскому законодательству, позволяет в пользовательских соглашениях этих сервисов фиксировать обязанности потребителей услуг соблюдать правила, вытекающие напрямую не столько из законов в разных странах разные законы, сколько из признанных мировым сообществом норм, закрепленных например во всеобщей декларации прав человека. Я очень советую как-нибудь при случае собраться с духом и прочитать всю регуляторику кого-нибудь из больших вот этих вот самых больших бизнес-платформ того же Фейсбука. Почитайте, это очень там не один документ кстати, там несколько документов. Это очень интересное чтение, там нет ссылок на законы вообще, очень редкие, там, например, ссылка на французские законы есть, где написано, что, а вот мы еще и учитываем, оказывая услуги во Франции, вот такие требования французского законодательства. Но в целом это переложение всеобщей декларации прав человека на особенности бизнеса. Ну, я так во всяком случае воспринял. Такой универсальный подход, с одной стороны, вызывает, да, надо сказать, что вот такая особенность фактически позиционирует эти пользовательские соглашения отдельно от государств, что адекватно глобальной природе сети интернет и органично ее дополняет. Вот такой универсальный подход, с одной стороны, вызывает симпатию, с другой стороны, очевидно, приводит к противоречиям и даже конфликтам. Но это все те же противоречия между глобальностью интернета и разделением мира на территории, в каждой из которых со своей спецификой. Ну, впереди достаточно сложный процесс адаптации социума к этим новым условиям. Надо отдавать себе отчет в том, что изменения будут, что они будут протекать порой болезненно, порой очень болезненно, но поэтому очень важно понимать глубокие вот эти фундаментальные причины происходящего, иначе будет трудно понять его суть, суть происходящего. Мы все сегодня свидетели продолжающегося развития интернета, и бизнес как коллективный актор является важнейшим драйвером этого развития. Поехали дальше. Социум. Участие технических сообществ как представителей социума в процессах управления интернетом разнообразно и эффективно именно в смысле способствования развитию. Можно выделить два таких вида деятельности сообществ в области управления интернетом. Разработка стандартов и распределение и поддержание актуальности ресурсов уникальных идентификаторов. В основном эти процессы реализуются через механизмы профессиональных ассоциаций, акторами в которых являются бизнес в лице представители бизнеса или специалисты в личном качестве. Именно профессиональные ассоциации разрабатывают применяемые глобально технологические стандарты, обеспечивая технологическое единство и развитие интернета. Именно поэтому собственно такая деятельность и есть деятельность в области интернет governance. Несколько характерных примеров. Ассоциация 3GPP. Ее так называемыми организационными партнерами являются семь организаций, занимающихся стандартизацией в мире. Одна из них ЕЦ, европейская ассоциация, зарегистрированная во Франции. Членами 3GPP являются все члены ассоциаций организационных партнеров. Ну то есть вот семь ассоциаций занимающихся стандартизацией и все члены этих семи ассоциаций являются членами 3GPP. В общей сложности сегодня, я вот вчера, не сегодня, вчера, посмотрел 839 участников из 42 стран. Там и Алибаба и Амазон и Sony и Tencent и Qualcomm и Nokia и NTIA и Министерство обороны США и Министерство как оно там называется торговли, по-моему, Нидерландов. Ну вот больше 800 участников, из них 188 из Китая, 96 из Соединенных Штатов Америки, 64 из Германии, 57 из Индии, 9 из Израиля. Еще три года назад было три участника из России, один из которых российский Intel, а сегодня нет ни одного. 3GPP занимается разработками глобально применяемых стандартов в области мобильной связи. Если вспомнить, что основное потребление интернета в мире сегодня сместилось в смартфоны, в устройства, которые подключаются к сети через мобильную связь, вот я с вами сейчас веду общение через канал мобильной связи. Мой Ethernet-овский канал что-то очень нехорошо сегодня работает, я подключился через 5G. Вот, пожалуйста, мобильная связь в действии. Так вот, если вспомнить, что основное потребление интернета в мире осуществляется через смартфоны, и что рост потребления дают именно они, то ясно совершенно, что 3GPP играет важнейшую роль в развитии интернета. это ассоциация, один из основных движителей интернет-гавернс технологической области сегодня. Нужно отметить, что члены 3GPP одновременно и акторы, и стейкхолдеры, ну, они юридические лица, но они же отражают, их много, и они отражают мнение конкретных людей, тем более, что в работе 3GPP принимают участие конкретные люди. Такое многочисленное в количестве отношений широкое представительство делает ненужным специальные процессы, связанные с общением со стейкхолдерами. Тем более, что открытое посещение рабочих встреч 3GPP это норма, туда можно на конференции 3GPP приезжать и людям, даже не являющихся, представителями участников 3GPP и слушать, и даже задавать вопросы. Там ограниченное формальное участие, но неформальное оно вполне возможно. Следующий пример это IEEE, так называемый Институт инженеров электротехники и электроники. Это если кто-то сталкивался, понимает, что такой монстр это ассоциация, она основана на личном участии, там нет юридических лиц, это только конкретные люди, но их количество превышает 400 тысяч. Их представительство это больше 60 стран мира. Еще лет 20 назад членами ассоциации были по большей части люди, которые находятся в США, было больше 80%, сегодня их меньше половины уже, а больше половины из других стран. Это крупнейшая в мире организация, занимающаяся разработкой технических стандартов и технических инноваций в области электротехники и электроники. IEEE выпускает около 200 журналов, публикует около 1200 отчетов о проведенных конференциях, вдуматься только, примерно по 33 каждый день, 33 отчета о конференциях каждый день, представьте себе. Это более 30% мировой литературы в области электротехники, электроники и информатики. Работа идет в группах и группа 802 имеет прямое отношение к интернету. Помните на прошлой лекции вот этот нижний слой link layer в dataflow интернет протокола, протокол SUIT, вот этот LAN Local Area Network, вот это и есть Ethernet. Это технология, без которой интернет не мог бы развиваться, обязательно какая бы та нужна была, были конкурирующие технологии, победил Ethernet. Вот этот Ethernet развивает IEEE, группа 802, поэтому все стандарты Ethernet, которые вы видите, начинаются IEEE, 802, точка, и там дальше, дальше. Вот собственно 802 это номер группы, в которой эти стандарты появляются. А это стандарты и проводного интернета, и беспроводного Wi-Fi. Так как все члены IEEE участвуют в личном качестве, и в личном качестве платят взносы, на которые существует эта организация, то ясно, что собственно они представляют техническое сообщество. Кстати, там очень много студентов, насколько мне известно. Это техническое сообщество является актором этого процесса, целью которого является разработка стандартов и норм. прям вот то, что написано в рабочей группе в СИС. При таком количестве акторов специального представительства тоже не требуется. Все участники бывают в роли стейкхолдеров, а кто-то будет обязательно представлять позицию корпораций, кто-то государственных учреждений, кто-то является специалистом душе конечный пользователь. Так что там в этом смысле все нормально. вот это взаимодействие с разными ролями стейкхолдеров. Хочу еще отметить последнее в связи с IEEE. Именно в одном из журналов IEEE в 1974 году Роберт Канн и Винтон Сорф опубликовали статью, в которой содержалось описание идей будущих протоколов TCPIP. Следующий это ITF Internet Engineering Task Force. Это тоже удивительная организация, которая вовсе организацией формально не является, не имеет юридического лица. Это скорее даже не организация, а процесс, который порождает стандарты сети интернет. Они называются RFC, request for comments. Как декларировано на сайте ITF, большое открытое международное сообщество проектировщиков сетей, операторов, поставщиков и исследователей, заинтересованных в эволюции архитектуры интернета и его бесперебойной работы. Вот собственно ITF это вот такая организация, начала свою деятельность в 1986 году под эгидой правительства Соединенных Штатов. Правительство не вмешивалось в эту деятельность в деятельность по разработке RFC, но финансировало ее. А с 1993 года процесс перешел под зонтик iSoc. Если помните, это тот самый период, когда интернет стал бурно расти после появления HTTP в всемирной паутины и начался процесс коммерциализации интернета или приватизации как его иногда называют коммерциализации. Вот как часть процесса этого коммерциализации что это означает? По сути то, что американское правительство переставало платить за какие-то вещи, за которые платило исторически. Вот iSoc теперь начал заниматься организацией функционирования ITF с 1993 года. Один из комитетов ITF называется Internet Architecture Board и отвечает среди прочего за архитектурный надзор и управление документами и стандартами интернета. Вот эти вот самые RFC. А также присвоением значений параметров протоколов интернета. Помните я говорил среди параметров есть параметр протокола. Вот за это отвечает ITF и в частности Internet Architecture Board и App. В ITF нет членства. Каждый желающий может работать в ITF там вся переписка идет по электронной почте и все обсуждение идет в этой переписке. Хотя не оформлен как юридическое лицо в ITF есть совет директоров из пяти человек во главе с председателем. Операционную деятельность возглавляет исполнительный директор. Обсуждение по электронной почте и отсутствие регистрации не дает возможности сориентироваться в точном количестве участников. Очевидно, что это десятки тысяч, но сколько? Не очень понятно. Акторами этого процесса являются специалисты и эксперты, представляющие техническое сообщество. Основной принцип принятия решений в ITF сформулировал в 1990 году. Вот здесь на слайде вы это видите. Такая классическая максима. We reject King's Presidents and voting. We believe in rough consensus and running code. Грубый консенсус и работающий код. Вот то, что может подтвердить правильность решения. Специальных процессов, связанных с учетом мнения заинтересованных сторон, естественно здесь нет. Региональные интернет регистратуры это организации, занимающиеся выделением и контролем использования и предоставлением информации о выделенных адресах и номерах автономных систем. Адреса и номера автономных систем это вот еще два элемента в системе уникальных идентификаторов, которые пользуются в интернете. Первая регистратура RIPENCC появилась в 1992 году вот желтеньким отмечена зона ее действия. А пятая и последняя AFRENIC зарегистрирована в ICAN в апреле 2005 года. Каждая из пяти регистратур является ассоциацией локальных интернет регистратур. Там не только лиры, там еще и бизнес пользователей, которые регистрируют свои собственные для себя, свои собственные адреса, крупные бизнес-пользователи корпорации. Создание региональных интернет-регистратур являлось реализацией опубликованного в августе 1990 года информационного RFC. Вот я говорил про RFC, среди них есть не только стандарты, но и информационный RFC. Вот в августе 1990 года был утвержден RFC, автором которого был Винтон-Серф, в котором сформулирован план интернационализации управления распределением IP-адресов и номеров автономных систем. К 1990 году распределением адресов и номеров автономных систем, как и другими функциями IANA, это интернет-сайт номер 30, ведал Джон Пастел лично. К тому времени сотрудник Института информационных наук Университета Южной Калифорнии, University of Салос-Калифорния, по контракту с DARPA. После завершения передачи функций региональных интернет-регистратур IANA лишь выделяет крупные блоки адресов и номеров автономных систем региональным регистратурам, а уж они сами распределяют и контролируют распределение в своих регионах. Они очень похожи по организации эти ассоциации, но немножко разные. Там немножко разные уставы, немножко разные процессы, но в целом они очень похожи. В 2003 году для совместной координации региональной интернет-регистратуры учредили свое объединение НРО, оно называется, и это объединение подписало соответствующее соглашение взаимопонимания с Айкен и образовало адрес Supporting Organization. По-моему, вам рассказывали про то, что в Айкене представляют стейкхолдеров Supporting Organization. Это разные группы стейкхолдеров, разные Supporting Organization. Вот АСО, это одна из них. Роль РИРов не только в том, чтобы выделять адреса и номера автономных систем, они еще держат базы данных, открытый доступ к которым имеется, чтобы весь мир мог при необходимости получить информацию о том, кому выделены какие адреса и какие номера автономных систем. Передача управления номерами и адресами автономных систем, номерами автономных систем и API-адресами сообщество фактически привела к смене актора. Я говорила о том, что американское правительство передавало функцию актора. Вот, пожалуйста, в 90-м году, до начала 90-х актором было правительство США, а к 2005 году в этом процессе участие правительства США фактически закончилось. Актор стало сообществом. Например, RIPNCC чуть-чуть подетальнее посмотрим на европейский на европейскую региональную интернет-регистратуру, в нем больше 23 тысяч участников. И хотя участников много, но они в определенной степени однородны по своим целям и задачам. Это локальная интернет-регистратура или представители крупного бизнеса. В связи с этим задача учета мнения непредставленных в сообществе заинтересованных сторон является актуальной. А какая или какие заинтересованных сторон, как вы думаете, здесь вот в этом сообществе из 23 тысяч участников отсутствует или присутствует очень немного. Это государство. 16 лет назад, в 2007 году, сообщество РАЙП сформировало целевую группу РАЙП по расширенному сотрудничеству. Целью этой группы консультирования по вопросам расширения сотрудничества между сообществом РАЙП и заинтересованными сторонами, такими как правительство и регулирующие органы государственные. Так что вот в РАЙПе уже в 2007 году образован механизм взаимодействия с той группой стейкхолдеров, которые не присутствуют или присутствуют очень немного внутри самого РАЙПа, внутри этой ассоциации. Основной акцент во взаимодействии со стейкхолдерами оригинальных интернет-регистратур, не только у РАЙПа, это как пример, это взаимодействие с государствами. Айкен это другой частью передачи функций актора правительства США, сообщество стало передачей функций АЯНа и руководства администрирования доменом пространства на верхнем уровне. План передачи этих функций сообществу сформировался в администрации Билла Клинтона в 1996 году. К этому моменту возник кризис, который нужно было как-то урегулировать, а в администрации Клинтона теми вопросами занимался советник президента Айра Магазинер, которого называют отцом Айкен. В 2018 году Айра написал небольшой пост по поводу 20-летия Айкен. Советую его вам найти и почитать целиком. Он просто очень интересный текст, который проливает происходивший свет и в очень сжатом виде все излагается. Он изложил причины решения о создании Айкен. Я не могу удержаться от того, чтобы не привести цитату из этого публикации, характеризующую происходившие тогда события главную мотивацию и стиль принятия решений. Вы найдете целиком, прочитаете, а я сейчас маленький кусочек прочту. Неустойчивый характер договоренностей вызвал серьезные опасения, которые достигли пика в одну роковую неделю в начале января 1996 года. В течение этой недели произошли следующие события. Глава ДАРПА позвонил мне и сказал, что он больше не будет контролировать контракт с Аяно, когда он настечет, потому что возникло слишком много разногласий. Президент USC, того самого университета Южной Калифорнии, где Джон Пастелла работал, который собственно функцию Аяно исполнял, позвонил и сказал, что они не могут принимать судебные иски против них и хотят расторгнуть контракт. Было много судебных исков в связи с этой деятельностью. Наш юрисконсульт пришел и рассказал о более 50 судебных процессах всего мира, оспаривающих об основности управления техническими параметрами интернета, что может разорвать интернет на части. Международный союз электросвязи обратился ко мне с требованием передать им управление техническими параметрами интернета, и это после десятилетия противодействия принятию интернет-протоколов. Со стороны ITU очень долго было противодействие. Делегация американских конгрессменов и сенаторов посетила и наставила на том, что правительство Соединенных Штатов Америки создало интернет и никогда не должно отказываться от контроля над ним. Несколько делегаций, представители более сотни ведущих IT-компаний и медиа-компаний, а также десятка торговых ассоциаций посетили администрацию и заявили, что технические координации и безопасность интернет должны быть перенесены в более предсказуемую глобальную среду, прежде чем они будут вкладываться в нее средствами в дальнейшем. Делегация Евросоюза два часа рассказывала мне, что они будут осуществлять собственное регулирование системы маршрутизации интернет для Европы. Представители интернет-социати Айсок тот самый сказали мне, что интернет-социати управляет интернетом и они будут сопротивляться любым попыткам других взять интернет и инфраструктуру под свой контроль. Это произошло в течение одной недели. Мы явно должны были что-то предпринять. В то воскресенье я пришел домой и, наблюдая по телевизору, как моя любимая американская футбольная команда ужасно проигрывает, составил первую концептуальную записку о том, как могла бы выглядеть организация, которая бы успешно решала текущие и потенциальные проблемы. Идея создания глобального частного некоммерческого аналитического учреждения, укомплектованного техническими экспертами, которая была бы организацией, подотчетной на низовом уровне пользователям и группам интернета, а также признанной правительствами, была беспрецедентной и рискованной. Когда я обсуждал это с моей межведомственной рабочей группой, мы знали, что это будет сложно реализовать, но чувствовали, что это лучший шанс дать интернету возможность расти и процветать. Конец длины этой цитаты. Не знаю, удалось ли мне донести до вас вот этот вот сгусток проблем, которые аэромагазинер, мне довелось с ним разговаривать немножко об этом. Вот он как-то до сих пор по прошествии уже многих-многих лет все еще вовлечен внутренне. Ну так вот, в 98-м году вот эта вот записка, которую Айро написал в 96-м была реализована. ICANN был зарегистрирован в штате Калифорния как некоммерческая организация, преследующая общественный интерес, паблик-интерест. Передача полномочий актора в отношении функции Айяна была осуществлена от американского правительства в ICANN два этапа. На первом этапе, который длился два года, начиная с 98-го, почти вся деятельность была передана в ICANN, ведение базы данных реестра вверх его уровня перешло в Вересай, а Министерство торговли заключило соответствующие договоры с ICANN и Вересайн, по которым за правительством оставалась функция согласования стюартшип. А на втором этапе с 2014 по 2016 год осуществлены действия, которые позволили прекратить контракты с американским правительством. Контракт с Вересайн на выполнение тех же функций заключила компания PTI, создан ICANN, а контракт с ICANN прекратил существование. В результате полностью все эти функции АИАНа были переданы ICANN и его техническому подразделению PTI. А группа представителей заинтересованных сторон собраны в так называемых поддерживающих организациях, АБАСО я уже говорил, там есть CCNSO, Country Code, GNSO, Generic Names, и есть ГАК, Governmental Advisory Committee, в этой конструкции представляют государства и международные организации как заинтересованные стороны. То есть здесь государства выступают в качестве заинтересованных сторон и направляют своих представителей для участия там. Я когда-то считал, сколько участников в ГАК, у меня что-то получалось за 200. Когда как раз в этот период, 2013, 2014, 2015 год, я там часто бывал, я был членом правления еще одной группы, европейской части еще одной группы ЭтЛАДЖ, и значит участвовал в этом процессе завершения передачи функций в Айкен, в обсуждениях каких-то выработки предложений. Ну и вот значит бывалый на заседаниях Governmental Advisor Committee, это надо вам сказать, впечатляющее зрелище. Именно значит функции управления Айкен доверены правлению, в правлении 16 членов с правом голоса и 4 наблюдателя без права голоса. Это наблюдатели от как раз того же ГАК, один человек, технического сообщества, представители ITF, тоже один человек, держатели корневых серверов, представители РССАК, я про них не говорил, но это вообще отдельная сущность, корневые серверы держат университеты, Министерство обороны Соединенных Штатов, держат организации, РАИП-НСС держат. Значит, вот эта группа, представители ее там присутствуют и наблюдает еще один человек, представляющий где-то стабильности и безопасности. По состоянию на прошлый год, члены правления представляют 12 стран, среди них 7 женщин, 13 мужчин, постоянно ротируются, их избирают на разрез сроки от 3 до 5 лет и все все направления с правом голоса собственно ветераны интернета, инженеры, юристы, преподаватели и среди них нет ни одного сотрудника правительственных организаций. Последнее, что хочется отметить, нельзя не упомянуть IGF, интернет говернс форум. Хотя это не организация процесс, запущенный организацией объединенных наций, но он, конечно, имеет непосредственное отношение к интернету и инициирован межправительностью организации после всемирного саммита по информационному обществу в Женеве и в Тунисе, где была принята так называемая тунисская программа. Именно к этому времени стало ясно, что интернет и коммуникационные технологии в целом являются важнейшим фактором развития человечества и что для объединения усилий в рамках расширенного сотрудничества так называемого для защиты и продвижения интернета такие формулировки присутствуют в документах был учрежден этот форум. В 2006 году он начал действовать этот процесс и мандат АИЖФ мандат ООН предполагает что АИЖФ это площадка для обсуждений. действующий сегодня мандат заканчивается в 2025 году что будет дальше неизвестно такой процесс не укладывается в схему предусмотренную стандартом ИСО в первую очередь потому что актором является межгосударственная организация ресурсы и права и статус которые совершенно не соответствуют отличаются от таковых у любого бизнеса или актора или некоммерческой организации а во вторых кардинально отличается задача она не связана с конкретной бизнес целью или конкретной целью некоммерческой организации так как речь идет о развитии как о процессе процесс развития не может быть бизнес результата в таком вот виде представленного поэтому странно говорить об акторах и стейкхолдерах в данном случае но если не страдать пуризмом то рассуждая по аналогии ООН может назвать акторам о приглашенных участников обсуждений стейкхолдерами но даже если их так и назвать то никуда не деться от вопроса все того же отсутствие реальной цели а поговорить ну в общем такая себе цель на мой взгляд учреждение IGF именно как площадки для обсуждения без конкретной цели исчерпало себя это мое личное мнение никому его не навязываю но я уже несколько лет наблюдая за этим вижу ну какая-то вот бессмысленность сквозит в происходящем на мой взгляд она казалась актуальной в самом начале пути когда не было осознанно что такое интернет надо было действительно вот эту вот учинить такой процесс обсуждения чтобы повариться в нем чтобы как-то получше осознать представителей государств это же ООН очередило но сейчас ситуация другая стало гораздо лучше понятно что такое интернет роль государств их объединения в развитии информационного общества заметна но отнюдь не основная я попытался это проиллюстрировать роль государств в интернет гавернесс не очень велика как мне представляется поэтому реальное развитие осуществляет бизнес и специалисты так что вот функция интернет гавернесс форума еще раз могу повторить на мой взгляд себя исчерпали вот собственно все что я вам хотел сказать дорогие мои какой актер по вашему мнению является наиболее влиятельным можно ли говорить о равенстве актеров понимаете какая штука что лучше апельсины или теплое это это разные разные сущности они в разных измерениях находятся как можно сравнить влияние не знаю гугла и влияние государства даже на территории того же самого государства я не очень понимаю как это сравнивать это сравнивать несравнимое другое дело что я попытался рассказать в чем в чем каждая из групп акторов а каждая группа акторов содержит в себе какое-то их количество и они конкретные вещи делают в чем каждая из групп акторов сильна чем они занимаются они занимаются разными вещами вот собственно не берусь сравнивать на ваш взгляд интернет это общественное благо или нет и какова позиция стейкхолдеров по этому различных да то есть как они считают что все-таки это общественное благо должно быть или все-таки это более частное благо почему задают вопрос потому что как понятно стало из сегодняшнего дня обучение что в основном принцип территориальности важен для организации интернет-пространства в том числе для размещения технологических основ инфраструктуры тем не менее как мы знаем что в 22 году Aquarian Space это такой стартап запускает проект который называют Solnet то есть это интернет который планируют базировать в том числе в интернет-пространстве то есть где нет привязки к территории суверенных государств вот все-таки еще раз в конце формулирую свой вопрос какая позиция по поводу того что интернет все-таки это общественное благо или нет у стейкхолдеров вот такой короткий вопрос спасибо вы знаете ну во-первых на последнюю часть этого вопроса по поводу Solnet мне кажется не надо путать маркетинговые лозунги с реальностью поэтому можно в маркетинговых целях говорить что угодно особенно стартапу это может быть далеко от реальности и отражать только какую-нибудь ну не знаю какую-нибудь точку ну например там вот можно сказать что вот это полотно художник написал красным цветом потому что вот вот в этой части этого полотна есть красный цвет да конечно он там есть но только полотно оно совсем не про красное так и здесь а значит общественное благо это или не общественное благо скажите о книгопечатании я это риторический вопрос это не к вам вопрос книгопечатание это общественное благо или нет а огонь это общественное благо или нет технология использования огня а радио это общественное благо или нет как технологии мне кажется что не стоит о технологиях о интернет это технология плюс что-то на технологии этой построенной Мне кажется, что некорректно про технологии говорить в такой плоскости, их рассматривать. Интернет – это как сеть, это технология, которой можно пользоваться. Наверное, какая-то грань рассмотрения этой темы может привести к тому, что эту технологию в какой-то реализации можно назвать общественным благом в каком-то применении или в каком-то случае. Но это будет сильное сужение, сильное сужение картины общей. Мне кажется, что не стоит говорить в таких терминах об интернете как таковом. Слишком он широк для такого термина. Вот у меня такое понимание. Спасибо. Спасибо большое. Вопрос из чата. Правильно ли Дарья понимает, что роль актора и стейк-холдера может быть ситуативной? Например, бизнес может быть одновременно и актором и иметь влияние, и стейк-холдером, то есть иметь интерес в зависимости от ситуации. Аналогично, может быть, и за государством, с частным сектором. Во-первых, еще раз советую почитать стандарт ISO 26000. Значит, смотрите, актор и стейк-холдер – это роли. Это некая группа активностей и интересов, и идей. Это роль. Один и тот же субъект может находиться в этой роли, может находиться в другой роли. Я могу быть владельцем компании и одновременно завишу от результатов деятельности этой компании, например, через то, что через трубу этой компании выбрасываются тяжелые металлы, которые отрабляют меня же, живущего в трех шагах от этой трубы. Я актер или стейк-холдер? Я как владелец? Юридическое лицо здесь вообще нельзя говорить. Юридические лица не могут быть стейк-холдерами. Они могут быть актерами, хотя все равно решения принимают конкретные физические лица. Но вот это роли, и не стоит роли смешивать с субъектами. Это разные сущности. Они в разных плоскостях находятся. Спасибо большое. Александр? Да, меня слышно? Да. Да, я слышу. Да, у меня такой вопрос был еще предыдущему лектору, я пытался задать, но не успел. Но вопрос остался. Вот он такой. Среди стейк-холдеров отмечается гражданское общество. Я вот, когда готовился к занятиям и на лекциях, я заметил такую интересную вещь. Нигде практически, ни в каких организациях у него нет какой-то прям решающей роли. То есть у нас есть актеры, но среди них никогда практически не бывает гражданского общества. Так вот, мой вопрос такой. Возможно ли, хотя бы к теории, то, что у этого самого гражданского общества будет роль актера? И если да, то сможет ли оно получить какие-то рычаги, даже не так, сможет ли оно принимать решение? Или это слишком утопично звучит? Ох, такой вопросик-то. Я не специалист-политолог. И что такое, ну и не социолог. И не берусь рассуждать о гражданском обществе так уж вот, как о сущности. Поэтому отвечу как менеджер, как инженер, как системный аналитик по образованию, которым я являюсь. У меня есть понимание, что гражданское общество – это обобщенное название не конкретного чего-то, а некого процесса, процесса, не субъекта, а процесса. И результатов процесса взаимодействия между разными институтами гражданского общества, отдельными членами этого гражданского общества в личном качестве. Будучи таковым, гражданское общество, как и представляется именно вот в таком качестве, с таким названием, не может быть субъектом ничего. Потому что гражданское общество – не субъект. а совокупность взаимодействующих субъектов. Представители гражданского общества, опять же, не готов побиться в заклад, что это правильно используемый термин в данном случае, но по моему представлению представители гражданского общества, конечно, да, могут участвовать и участвуют в самом разном проявлении, как члены ассоциаций в личном качестве или представляя какие-то организации, которые являются стейкхолдером. Вот так я понимаю участие гражданского общества. И оно есть, и оно реально есть, это совершенно неутопично. А гражданское общество, как некий субъект, который участвует в этом процессе, как стейкхолдер, я такого даже представить не могу. Тем более, что это такой субъект с таким количеством голов, с разными интересами, представлениями о жизни, о мире, с разными психическими, разными психотипами, что ничего единого быть не может. А как процесс, я это понимаю, да. А вот как субъект, нет, не понимаю, поэтому на ваш вопрос могу ответить отрицательно. Хорошо, спасибо вам за ответ. Виктор, пожалуйста. Да, добрый день. Михаил, спасибо огромное за такой содержательный доклад. Мне, на самом деле, очень близки многие ваши взгляды, которые вы высказывали в течение лекции. И хотел бы задать такой вопрос. Вот уже на предыдущей лекции ребята говорили о том, что есть определенная зависимость, наверное, между событиями, которые у нас происходят на политической арене и событиями, которые мы видим в договоренности по управлению интернетом. А вот, на ваш взгляд, есть такая корреляция и насколько она сильна? То есть, насколько вот те же центробежные процессы, те же вот та же усиливающаяся конкуренция между региональными цивилизациями оказывают свое влияние на процесс договоренности между странами по вопросам управления интернетом. То есть, нет ли какого-то вот перетягивания одеяла на себя или вот договоренности идут в более таком каком-то демократичном формате? Спасибо. Да, спасибо вам. Я попробую... Две вещи надо здесь отметить в ответе на этот вопрос. Во-первых, этот вопрос, ну, как я его понял, предполагает ваше представление о том, что интернет-гавернанс – это производная от жизнедеятельности государств в очень большую степень. Если это так, то у меня плохо получилось то, что я хотел сказать. Государства в области интернет-гавернанс именно как способствование развитию играют очень слабую роль. Если угодно, в интернет-анти-гавернанс государства играют существенную роль. Это да. Ну, государства, конкретные люди, в конце концов. Опять же, государство – это виртуальная сущность. Есть конкретные представители власти, которые что-то там решают, принимают какие-то решения каким-то образом. И в этом смысле, опять же, я попытался сказать, и, может быть, не очень хорошо получилось у меня, еще раз повторю, глобальность, отсутствие границ в интернете, вот эта юндикастовая глобальная децентрализованная среда, в которой нет управления единого никакого, входит в противоречие с идеей national state, с идеей государства и суверенитета. Это противоречие, оно такое же, как появилось противоречие, когда появилось книгопечатание, проявилось. Вот проявилось противоречие между книгами и другими текстами, какими-то, печатаями на иностранных языках, в разных странах. Это противоречие, которое проявляется между технологией, появившейся, которая изменяет окружающую среду, и устоявшейся системе отношений в социуме, в том числе системе власти. Может ли власть при этом договориться о том, что что-то делать или что-то не делать? Я думаю, это очень сложно, особенно властям разных государств. Они привыкли не договариваться, как правило, хотя и договариваются тоже. Но это какие-то сложные отношения. Скорее будет другой процесс, который, на мой взгляд, и уже идет. Это процесс изменений власти под воздействием в условиях, появившейся вот этой технологии и с учетом воздействия на социум, которое использование этой технологии оказывает. Так что разрешение этого конфликта будет гораздо более сложным, чем какие-то мифические, на мой взгляд, ну, нет, фантастические договоренности о чем-то, значит, общем, хорошем, демократичном и так далее. Вот я вижу вот этот процесс, будет идти в сторону изменения во властях. Как эти изменения произойдут, я, например, наверное, не увижу. Может быть, вы увидите, а мне уже, наверное, не удастся увидеть. Но они будут неименуемы, как произошли изменения после появления кинокричат. Они не сразу. Фестфальский мир случился, и век просвещения начался, французская революция произошла, ну и так далее. Вот, собственно, и интернет появился, и будут изменения, будут существенные изменения в устройстве социальном и политическом. Да, большое спасибо за ваш ответ. Пожалуйста. Вы сказали про домены. Интересная тема, потому что национальные домены сегодня наиболее очевидны являются решением юрисдикционной проблемы в сети интернет. Но при этом нужно учитывать, что не все государства, например, Нагорный Карабах, Южная Сити, Косово и многие другие имеют национальные домены, что означает их невидимость в информационном пространстве. И как следствие, их неидентифицированные государства вынуждены размещать свои сайты на чужих территориях, ну, то есть в доменах общего пользования или в национальных доменах дружественных стран, что затрудняет формирование единого информационного пространства. Как вы видите решение этой проблемы? Ой, это проблема, которую создал Маккопетрис и Пастел на пару. Два однокурсника университета UCLA, университета в Калифорнии, Лос-Анджелес, которые явились авторами RFC, где описаны доменные эти вот самые системы и кантри-коды там, собственно, описаны. Джон Пастел решил, что было бы хорошо, если будут вот эти вот самые домены, наименование которых совпадает со сошным стандартом стран. И в этом вся проблема. Там есть домены SU, которые так и не ликвидированы, хотя страны такой нет, Советский Союз. Там нет доменов для стран, которые де-факто появились, де-юре не появились, и их код отсутствует, двухбуквенный код отсутствует наименование, значит, ну, в этом стандарте и сошном. В общем, это некое следствие из вот такой вот, казалось бы, интересной, но неаккуратно продуманной идеи. Лучше было бы, конечно, без страновых доменов обойтись. Совершенно не нужны они, вообще-то говоря, для идентификации. Но появились и появились, все к ним привыкли и работают. У меня нет волшебной палочки, чтобы эту проблему разрешить, я ее понимаю. Тем более, я ее очень хорошо понимаю, потому что я очень много лет находился в правлении, в Совете, а потом в Совете был председателем Совета Координационного Центра Национального Домена Российского. Так что вот мне эта проблема понятна, нет его решения, я не вижу простого ее нет. Простого нет. Тем более, что какие-то новообразования государственные считают, что они есть, а весь мир считает, что их нет. Вот как при этом быть? Ну да, пользоваться вот этими вот самыми дружескими пространствами другого выхода не вижу, простого. Но это не простой, это не выход, это воркараунд. Вот воркараунд вижу, а выхода нет, не вижу. Вчера на комитете Госдумы по информационной политике рассматривали новый вопрос, возвращающий регистрацию на российские сайты с 7 сностранных имейлов. И по логике законодателя, если владелец домена с доменом вносит РУ, и он находится в России, и хочет перейти из российского сектора в иностранный, то для этого можно получать специальное разрешение. Как вы думаете, вот такие вот действия актора, как государство, в ограничении граждан на выходе в иностранный сервис, условно, для домена КОМ или других, может ли это содействовать для развития российского рынка или как раз таки все будет относиться к нему более враждебным, потому что как раз таки он пытается от себя закрыться? Да, я слышал об этой, мягко говоря, странной инициативе. Понимаете, какая штука? Во-первых, а как администрировать это? Такая не очень простая вещь. Легко что-то придумать, а потом как администрировать? Ну, то есть, как выявлять, что что-то не так? И как еще наказывать за то, что что-то не так? Это еще такой большой вопрос, ну, это чисто формальный вопрос, да? А по факту, ну, во-первых, эта деятельность государства не относится к тому, что называется интернет-гавернс, на мой взгляд. Опять же, почему? Ну, потому что это не к развитию. Это не про развитие, это про какие-то странные вещи, не относящиеся к развитию. Во-вторых, ну, ну да, изобретают какие-то ограничения значит, люди, которые находятся в парламентах разных стран, не только в российском. Это же, это же дело такое. Вообще, есть очень большая проблема, которая заключается в том, что технологии сейчас, ну, современные технологии, в этом смысле сейчас, достаточно сложны, а люди, находящиеся в органах власти или в государственных институтах, которые что-то пытаются придумывать по своему ведомству, их не знают, но пытаются что-то регулировать. Это большая проблема, она не только российская, и российская тоже. Это проблема, вообще-то говоря, всего мира. Это в меньшей степени в Соединенных Штатах. Там есть, например, специализированные юристы по каким-то очень узким проблемам. А вот в Европе, например, я сейчас даже не про Россию, мне как-то довелось два года работать в рабочей группе Еврокомиссии по разработке какого-то там документа. Там, в этой рабочей группе, были представители разных стран европейских. Вот я там появился, случайно совершенно туда попал. На первом заседании все представлялись. Были очные заседания и работа в электронной почте, ну, как обычно. На первом заседании все представлялись. Я с ужасом понял, что из 26 человек 25 – это юристы, журналисты, психологи, да кто угодно, кроме техников. И я один человек с техническим образованием, с техническим бэкграундом. Вы даже не представляете, насколько это было сложно работать с этими людьми. При том, что они все были людьми адекватными. Если им объяснить, то понимали, но объяснять приходилось очень много. Через год, там два года длилась работа, появился грек, который тоже технический специалист оказался. Вот сильно полегчало. Так что это очень большая проблема. Отсутствие технических знаний в тех вопросах, которыми пытаются государственные органы, в том числе и парламенты, заниматься. Ну и вот появляются такого рода фантазии. Ну что делать? Появляются. Надо с этим жить.